В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Булатниковой перевели в порядок одну из народных троп. 11 июля я попала на прием, и вот он после его приема все сдвинулось с места. Сотрудники ГИБДД оценили состояние школьного транспорта. По итогам нашей проверки выявлены незначительные недостатки. Юные жители муниципалитета получили свои первые паспорта. Радость, что я наконец-то паспорт получила. Теперь я буду ответственна не только за себя, но и за жизни окружающих. Народная тропа в селе Булатниково приведена в порядок. Долгие годы люди испытывали неудобства, и наконец этот вопрос решен. Подробности узнаем у Юлии Пагасьян. С недавних пор в Московской области активно реализуется программа по благоустройству так называемых народных троп – зон стихийно созданных пешеходами. Это позволяет сделать передвижение жителей комфортнее. В этом году губернатор дополнительно поддержал создание данных пешеходных коммуникаций на территории муниципальных образований в области, в том числе на территории Ленинского городского округа. И вот это идет в рамках программы развития качества городской среды. Одна из таких зон на днях была реконструирована в селе Булатниково. Дорога протяженностью в 300 метров ведет к местному кладбищу. Тропинка весьма востребована, но непроходимая. Дорога к кладбищу заканчивалась после моста. Дальше сплошные ухабы. Люди буквально ломали ноги. А в летний период еще и непроходимое болото. Понятное дело, что добраться к кладбищу практически было невозможно. У истоков создания новой пешеходной зоны стоит жительница города Видное. У Светланы Синицыной здесь похоронен супруг. Часто посещает его могилу. Говорит, пользоваться центральным входом неудобно. Туда долго добираться, поэтому предпочитает второй. Но, как и многие другие люди, постоянно испытывала неудобства. Пенсионерка обратилась на телевидение. Первым к решению проблемы подключился генеральный директор МАУК ВДК Павел Русаков. Но только после приема у главы Ленинского городского округа Алексея Спасского ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. 11 июля я попала на прием. И вот после его приема все сдвинулось с места. И все пошло. И все сделали. Мы теперь радуемся, не знаю как. Все, все, все очень довольны и очень рады. В удачном результате проделанной работы Алексей Спаски решил убедиться лично. Сейчас тропинка уложена асфальтной крошкой. Но позже планируется создание здесь полноценной пешеходной зоны. Там было две тропы. Мы были на одной, а там еще есть ниже вторая тропа. В следующем году мы планируем данные вот эти две тропинки включить уже в нашу программу, которая в этом году реализуется. Мы будем на следующий год переносить. Там появится либо полтора метровый, либо двухметровый тротуар, который будет спокойно проходить и доводить жителей до нужного места. В этом году в рамках реализации программы «Народные тропы» в Ленинском городском округе будет благоустроено 7 стихийных пешеходных зон. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД проверили состояние школьного транспорта таких ярко-желтых автобусов в Ленинском округе-3. Поле зрения, в том числе наша съемочная группа, и сам маршрут, и техника. Владимир Петухов за рулем школьного автобуса уже четвертый год. Ежедневно ездит по маршруту Горки, Ленинске, Калиновка. Все 35 мест в салоне обычно заняты. Самые любопытные пассажиры – первоклассники. Для них, наоборот, диковинку поездка на автобусе. Их даже спрашивают, что тебе понравилось в школе автобус. Все здороваются и летом, и зимой. Сейчас в округе по маршрутам выезжают три ярко-желтых автобуса. Два возят ребятишек в Молоковскую школу, один доставляет мальчишек и девчонок в Видновскую 11-ю. Перед началом учебного года сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспорта. В зоне внимания инспекторов каждый сантиметр школьного транспорта проверяется как техническая исправность автобуса, так и порядок в салоне. Особая забота – безопасность детей во время движения. По итогам нашей проверки выявлены незначительные такие, скажем, недостатки. Это автобус «Ютонг» перегорел лампочкой ближнего света. И также на ветровом стекле отсутствует наклеечка «Внимание, перевозка детей». Ну, по объяснению водителя, стекло недавно было заменено, поэтому наклеечку еще они не прилепили. В ближайшее время будет проведена повторная проверка. И только после этого автобус выйдет на линию. До 25 августа весь парк школьного транспорта будет готов к ежедневным путешествиям детей в страну знаний. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Фиднэй ТВ. Больше недели у жителей деревни Слобода и села Беседы была отключена вода. Это произошло по инициативе администрации ЗАУ совхоза Миниленина, которая владеет водозаборными узлами. В аномальную жару люди не имели возможность ни принять душ, ни полить огороды. Питьевую воду приходилось покупать. Какова сейчас ситуация, узнал Максим Козлов. Жительница села Беседы Надежда Бебешко рассказывает, что и раньше проблемы с подачей воды были. Сейчас же уже неделю, лишь по ночам бежит тонкая струйка. Днем же краны совершенно сухие. У меня все кастрюли, все набитые, потому что я... Нельзя, вот еще кастрюля, вот она. И вот вода, пожалуйста. Ее нету, нету воды. Сход жителей, где планируется обсудить отсутствие воды, открывает староста Надежда Шпитонкова. Она обрисовывает суть проблемы. Как мы получали воду от Грудинина, так мы ее получаем. Он монополист. Она принадлежит ему. Он хочет, дает нам воду, хочет, не дает. Но по какой причине в этот раз не было воды, я не знаю. Впрочем, руководство Ленинского округа и депутатский корпус подключились к решению проблемы в первые же часы. Они подали бумаги все и в прокуратуру, и в высшие инстанции, которые следственные комитеты и все остальное. Потому что решение вопроса, был разговор с Павлом Николаевичем, тут опять что-то там выюривал, выюривал. Но вопрос решен, что сказали, что сегодня к вечеру должна быть вода. Организовали жители сход и в деревне Слобода. Здесь без воды остался в том числе и пансионат для престарелых. Это люди, которые прошли войну, которые победили фашизм. Холод, холод и так далее. Но вот в 21 веке столкнулись с такой проблемой, что у нас нет воды уже вторую неделю. Почему старики должны страдать? Вы понимаете, это вот своего рода, я не знаю, как геноцид. Во время схода жителей на связь вышел Павел Грудинин. Он заявил, что в настоящий момент проблема решена. Женщина, которая сегодня выступала, она сказала, у меня лежит больная мать, она работница с обхозом. И она парализована. И поэтому сегодня мы открыли воду, но 1 сентября... Мы не будем ее закрывать, мы просто опять ограничим лимитом. Лимиты, о которых говорит Павел Грудинин, были установлены в далеком 2013 году. Именно тогда ЗАО «Совхоз имени Ленина» заключил договор на поставку воды с видновским ПТО ГХ. С тех пор количество жителей увеличилось вдвое, поэтому приходится брать воду сверх лимита. При этом ЗАО получает даже сверхприбыли. Это договор между совхозом имени Ленина и ПТО ГХ, который был в 2013 году подписан обоими сторонами, скажем так. В нем есть очень интересные вещи. Здесь есть такой очень хороший пункт на седьмой странице. Здесь то, что потребляется сверх лимита, ПТО ГХ забирает, эта цифра умножается на 5. То бишь ПТО ГХ, по большому счету, беря сверх лимит, оно по-прежнему обеспечивает граждан водой, но себе в убыток. По каким причинам у Павла Николаевича создается вот такую ситуацию, он создает, мне абсолютно непонятно. То есть он сам решил, сам отключил, при этом получая своевременную оплату. В таком же ключе ситуацию по телефону прокомментировал и сопредседатель движения «За совхоз за людей за достойное будущее» Артем Грудинин. Это абсолютно непредсказуемая история, потому что у Павла Николаевича достаточно регулярно возникает возможность каким-то образом создать проблемы людям, которые живут вокруг него и вокруг совхоза. Могли перекопать дорогу, для того, чтобы люди не могли подъехать к своим домам. Обрывали кабеля, отключали воду, отключали людей от системы теплоснабжения. И я знаю сейчас большое количество организаций, у которых есть судебные процессы с заводом совхоза именно по этой тематике. К сожалению, сейчас финал этой вводной истории остается открытым. В здании администрации продолжается вручение первых паспортов юным жителям муниципалитета. Свой главный документ ребята получили в торжественной обстановке. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Этим ребятам недавно исполнилось 14 лет, а значит пришло время получить самый главный документ. Свой первый паспорт теперь уже полноправный гражданин Российской Федерации Глеб Казанцев пришел получать в администрацию округа. Вручение в торжественной обстановке, говорит юноша, это хороший знак, ведь на будущее у него большие планы. Я работать хочу пойти. Вот это у меня задание будет сейчас. Лето закончится, мне учеба будет и работать по выходным хочу, чтобы у меня было все хорошо. Поддержать Глеба пришла его мама Елена. Звонили, предложили, сказали. Выборочно выбирают, приглашают. Если вы согласны, приходите. Восьми юным жителям муниципалитета первый паспорт вручила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Вот такой день он раз в жизни. Вот ты был ребенком, и вдруг сейчас пройдет несколько минут, вы получите в руки документ, который дает вам право с честью и гордостью говорить о том, что вы гражданин великой страны. Ольга Коваленко – творческая личность. Девочка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сейчас занимается в театральной студии. Мечтает стать профессиональной актрисой. Радость, что я наконец-то паспорт получила. Теперь я буду ответственна только за себя, но и за жизнь окружающих. И буду пытаться все делать правильно. Я поддерживаю все ее начинания. И надеюсь, что наша семья вдохновляет ее на творческий путь. Мама и папа ребят в этот день вспоминали, как сами получали свой первый паспорт. Это было так давно. 16 лет мы тогда еще получали. Ходили мы, конечно, сами, без родителей. Раньше как-то не так было. То, что надо с детьми, 14 лет, это маленькие, конечно. Но мы сами ходили, мы сами получали. И документы сдавали сами. Торжественное вручение паспортов в муниципалитете стало уже доброй традицией. И для ребят этот день превращается в настоящий праздник, который запомнится надолго. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В это воскресенье, 21 августа, пройдет очередная экологическая акция в рамках проекта «Видное за раздельный сбор отходов». Всех желающих ждут в Расторгуевском парке с 11.30 до 12.30. Вход со стороны школьного проезда. На переработку можно принести более 40 видов торсырья. Давайте вместе сделаем наш мир чище. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»